Такие суды не открывались в стране со времен Российской империи. Сегодня же это планомерное продолжение судебной реформы. В России действуют пять апелляционных судов общей юрисдикции. Первый в Москве, второй в Санкт-Петербурге, четвертый и пятый в Нижнем Новгороде и Новосибирске. С началом работы третьего апелляционного суда города Сочи судей и горожан поздравил мэр курорта Алексей Копайгородский. Дорогие гости, дорогие горожане, позвольте от имени всех наших сочинцев поздравить вас с началом процессуальной деятельности. Для нас огромная честь и огромное достоинство, что мы были сопричастны к государственному мощному проекту. Работу будет он осуществлять по всем нашим округам, с кем мы граничим. Для нас это тоже огромная честь и позволит от имени губернатора Краснодарского края Венинановича Кондратьева пожелать всем доброго начала всей работы. Сочинский апелляционный суд будет рассматривать жалобы на не вступившие в силу судебные акты Верховных судов Адыгеи, Дагестана, Калмыкии, Чеченской республики, Краснодарского края, Крыма, Севастопольского городского суда. В целом в его юрисдикцию входят 15 субъектов России. Самое главное, чтобы люди нам доверяли и самая главная цель этой реформы это укрепление доверия населения страны к судебной системе. Мы должны всячески стараться поднимать авторитет судебной власти. Для этого и создан Третий апелляционный суд. Главная особенность этого суда здесь решения и приговоры вступают в законную силу по первой инстанции. То есть его вынесли, а вступают в законную силу здесь. После нашего решения, которое может быть пересмотрено, отменено, либо оставлено в силе. В перспективе же гражданам России и вовсе не придется идти в суд. К 2024 году все проблемы можно будет решать онлайн. Произойдет это в рамках федеральной программы «Цифровая экономика». Сейчас в стране идет разработка 25 суперсервисов, в том числе и правосудие онлайн. Это дает возможность любому гражданину, любому юридическому лицу выход в портал госуслуги. И через портал госуслуги будет, так скажем, окошко написано судебный портал. Можно будет любому гражданину подать в электронном виде иск. Соответственно, автоматически будет формироваться, в какой суд будет направляться этот иск. По желанию исца он может выбрать любой другой суд, независимо, что ему предлагает программа. Это, опять же, для удобства гражданина. Главная цель – прозрачность и доступность, отмечают судьи апелляционного суда Сочи. Новое ведомство начало работу на улице Советской, в бывшем здании Сочинского госуниверситета.